Друзья, всем привет! Компания Xiaomi выпускает следующую версию HyperOS, которая многих удивит. Кого-то, возможно, не особо, потому что, возможно, кто-то ожидал чего-то сверх вау, но я лично порадовался тому, что удалось поставить на свое устройство и попробовать. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. У нас сегодня подопытным выступает смартфон Poco F6. И вы, с одной стороны, можете подумать, воу, на него выпускают разработчики новые обновления, но это немножко не так, потому что сегодня стала доступна такая вот версия 1.1.3.0 под управлением Android 15 для смартфона Xiaomi 14, и данная прошивка является портированной. И, кстати говоря, чтобы поддержать автора этого порта, оставляю ссылку на него в описании, переходите, подписывайтесь, потому что он выпускает очень большое количество портов на разные смартфоны. Нас же с вами будет интересовать в целом данная версия. По моему личному мнению, это является таким переходным вариантом между HyperOS 1.0 и HyperOS 2.0, потому что именно в файлах данной прошивки, которая сейчас перед вами, были замечены файлы именно из HyperOS, а в частности тот же рабочий стол или же системная оболочка, которую уже благополучно вытянули из этой прошивки, и мы опубликовали у себя в Telegram-канале, потому ссылка на новую версию будет в описании. В целом, данная прошивка позиционирует себя как улучшение всего того, что есть на сегодняшний день, это улучшение автономности, оптимизация, быстродействие, ну в общем, все то, что из года в год компания Xiaomi твердит, повторяет на презентациях, но не всегда это как бы сопоставимо с действительностью. В этом же обновлении я хочу сказать, что действительно стало повеселее по многим компонентам. Ну и потому давайте рассматривать, что же у нас реально меняется. Первая, как я уже сказал, поменялась версия Android, она у нас уже будет пятнадцатой. Разработчики там поменяли всевозможные картиночки с пасхалками, в общем, по данному вопросу нареканий вопросов у меня лично нет. Далее, в настройках, как вы можете заметить, у нас есть определенные такие разделения между разделами. Это именно у нас такие главные разделы. Если же мы, допустим, с вами перейдем в какие-нибудь подразделы, вот там экран блокировки, к примеру, то вы можете заметить, что все такие дополнительные подразделы у нас также теперь выделяются от других. Потому что ранее у нас все было сплошным таким текстом, сплошным фоном, и сейчас разработчики решили немножко данный момент подрихтовать. Также еще предрекаю ваши гневные комментарии, почему на английском языке. Ну, как бы то, что есть, то есть. И разработчики выпускают сейчас китайскую прошивку, и от этого мы с вами отталкиваемся. Немножко она у меня, как вы видите, локализирована, но это очень выполнено колхозным методом с помощью SetEdit. Но мы с вами не об этом. Дальше. Разработчики еще немножко поработали с режимом взаимосвязанность. То есть у нас тут добавляются новые разделы, в частности беспроводное там соединение, которое позволяет еще лучше как бы это все дело сопрягать между там смартфоном, между планшетом, между часами и т.д. и т.п. Также еще добавляется история, как комбинированные приложения. То есть это такая большая будет у нас кросс-платформа, которая будет поддерживаться, опять же, на смартфоне, на планшете, на часах, на телевизоре. Ну и в общем на всем том, что можно, в принципе, в эту взаимосвязанность у нас приплести. Еще вас, наверное, заинтересует, что же у нас там в плане настроек по шторке и строке состояния. В частности, когда же нам дадут неограниченное количество иконок в строке состояния. Но, к сожалению, в данной версии почему-то их остается, опять же, 3. Возможно, уже в HyperOS 2.0 разработчики добавят 5 или же их неограниченное количество. Но пока что есть, то есть. И от этого мы с вами отталкиваемся. Еще что самое такое интересное, ну, по моему мнению, в данной прошивке, это, конечно же, версия рабочего стола. Те, кто следят за этими версиями, знают, что, в принципе, более такая рабочая версия была 4.39, там 30, там 36 и т.д. и т.п. Сейчас же разработчики обновляют ее до 5.39.30. И, как я уже сказал в начале видео, по тому, что было найдено в этой прошивке, все указывает на то, что это у нас такая предрелизная HyperOS 2.0. Я, честно говоря, был очень доволен тому, что в плане рабочего стола поменялось. Во-первых, если мы поставим с вами на любой там актуальной Xiaomi на глобальной прошивке, он реально станет веселее работать, анимации станут лучше, открытие приложений станет еще быстрее, и также добавляются у нас следующие возможности. Как только мы выполняем с вами удержание на рабочем столе для того, чтобы отредактировать, нам будут проявляться вот такие квадратики, которые будут указывать на то, куда мы можем переместить ярлычок. Кроме этого, разработчики еще поменяли такой вид настроек рабочего стола, в плане того, как это все вылетает, а также, как я уже вам сказал, эти все подразделы будут отделены такими прямоугольниками, что также весьма выглядит очень неплохо. Кроме этого, разработчики еще улучшили анимацию открытия больших папок. Конечно, поначалу, когда вы еще эту папку не открыли, могут быть определенные фрезы, но потом, как только система устаканится, и как только версия рабочего стола у вас адаптируется под устройство, то в целом вопросов никаких и нареканий лично у меня не возникло. Это что касается вот китайской прошивки, а также что касается у нас и глобальной. И, кстати говоря, на глобалках очень хорошо данный лаунчер себя показывает. Но главное понимать, что если вы будете ставить на какой-нибудь там Redmi 4X условно, то не стоит ожидать того, что он будет работать как Xiaomi 14. Ну или же, если вы будете ставить там на Redmi 10C или на Redmi 11C, и также не стоит ожидать, что это устройство прям вдруг резко заработает на все деньги. Мы с вами возвращаемся обратно в настройки, и что еще интересного я тут могу отметить. Добавляется у нас такой раздел, как здоровое использование смартфона. Ну или же безопасное использование смартфона. Тут уже как кто угодно может трактовать. Это получается у нас с вами такое как бы то экранное время, как благополучие в глобальной прошивке. Но в целом данный раздел нам позволяет понимать, сколько мы, допустим, с вами экранного времени потратили на какое-то конкретное приложение. Если этого много, мы с вами можем выставлять суточный там какой-нибудь лимит экранного времени. Вот как вы можете заметить там в рабочие дни, в выходные, использовать перерывы. Есть еще и исключения. В общем, все это разработчики позволят нам гибко настраивать. Кроме этого, еще есть у нас и родительский контроль. Но для того, чтобы он работал, надо необходимо, конечно, войти в свой ми-аккаунт. Ну и плюс там иметь дополнительные разрешения, которых у меня, к сожалению, нет. Если вам и этого мало, то разработчики, конечно же, нам могут позволить выполнить еще такую интересную штуку, как фокусировка внимания. Она у нас, получается, была где-то из каких-то разделов. Ах да, если мы так просто с вами сюда нажимаем. Вверху такая вот как растение. И фокусировка внимания. То, что также есть в глобальной прошивке, но оно скрыто в недрах Activity Launcher. Многие вытаскивают себе на рабочий стол, но, опять же, лучше, когда оно у нас есть по умолчанию в устройстве. И не нужно выполнять никаких дополнительных телодвижений. Это что касалось этого раздела. И последнее, что у нас тут еще остается, это дополнительные настройки. Многие ожидали, что в этом разделе появится прям что-то супер вау, что-то интересное. Но, как я вам уже рассказывал в предыдущих видеороликах, в частности, про Android 15, у нас добавляется в MIUI отдельный такой раздел под названием пользователи. Тут вы можете добавлять дополнительно режим гостя, чтобы, ну, там, к примеру, пользователь не имел доступа к вашим данным. И еще, что я заметил, что как только мы выбираем с вами плавающие окна, у нас появляются тут пузыри диалогов. То есть, также, оно у нас было скрыто где-то там в недрах Activity Launcher на той же глобальной прошивке. Тут же это все дело по умолчанию у нас добавляется. Опять же, возможно, в китайской прошивке это добавили относительно недавно. Но вот я лично только сейчас эту всю историю заметил и вам могу об этом рассказать. По стоковым приложениям заметил еще интересности в частности. Это то, что приложения часы у нас обновляют и появляется такой видоизмененный интерфейс. Кстати говоря, выглядит очень свежо и очень интересно. Далее у нас обновляется версия приложения заметки. Если мы сейчас выберем информацию, то она вообще 1.002. Хотя раньше там версии были там 7.53, 8.53, ну, грубо говоря. Опять же, сверх чего-то в заметках я не заметил, но, возможно, в будущем разрабы как-то это все дело нам расскажут, что добавилось, что нового появилось и мы будем на все возможности это добро использовать. Касательно галереи, ничего тоже я сверх такого не заметил, за исключением того, что у меня производилось скачивание дополнительных возможностей галереи версии 2.0. Опять же, возможно, это подготовка уже к HyperOS 2.0 и также ее возможностям, о которых, я думаю, мы узнаем, ну, уже в ближайшее время, потому как разработчикам необходимо выкатывать информацию об этой версии прошивки. Что же, друзья, подведу я вам небольшой такой итог. В целом, прошивка весьма очень интересная, хоть и в статусе бета. Да, она первая. Да, есть тут некоторые вопросики, потому что иногда может подфрезить, там что-нибудь подзависнуть. Но так, в целом, хочу отметить, что мне эта прошивка понравилась. Также мне понравилась и версия рабочего стола, опять же, в третий раз напоминаю, которая была вытащена из этой прошивки и загружена в наш телеграм-канал. Ее вы можете поставить на практически любой актуальный, там, Xiaomi за, там, 24, 23, даже 22 год. И у вас эта история будет отлично отрабатывать, и вы будете получить реальное удовольствие от обновления этого стокового компонента. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.